День за днём Находится на изоляции Первая вакцина от коронавируса из России Мнение сенатора от Смоленской области Сергея Леонова Нужно же посмотреть, как вакцина будет себя вести у пожилых людей, у детей Поэтому будет расширяться количество пациентов 11 августа состоялось плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям На этот день по области зафиксировано всего 9 новых случаев заражения коронавирусом В Десногорске же показатель не изменен уже несколько недель Это 136 человек нарастающим итогом Подразделение, которое располагалось на территории родильного отделения у нас закрыто Персонал находится на изоляции Восстанавливается деятельность акушерского отделения На своих местах уже работают детская поликлиника и прочие вспомогательные службы Госпитализация пациентов и проведение медицинских осмотров проходит в штатном режиме Для сохранения позитивного развития эпид-ситуации руководителям предприятий Рекомендуется брать на контроль состояние сотрудников, которые прибыли из командировок Напомним указом губернатора Алексея Островского от 7 августа На Смоленщине введен третий этап снятия эпид-ограничений Открылись кафе, спортивные и культурные учреждения Во вторник, 11 августа, президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса Тем самым Россия оказалась первой страной в мире, в которой появилось лекарство от новой болезни Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции Вакцина получила название «Спутник-5» в честь успешного запуска СССР первого космического спутника в 57 году прошлого столетия Сначала планируется вакцинация людей из групп профессионального риска заражения коронавирусом Медработников и учителей Их начнут прививать с конца августа или начала сентября При этом продолжатся пострегистрационные клинические испытания препарата Нужно же посмотреть, как вакцина будет себя вести у пожилых людей, у детей Поэтому будет расширяться количество пациентов, на которых будет эта вакцина, соответственно, испытываться Ну, безусловно, по их согласию Если существенных не будет осложнений, то вакцина пойдет в массовое производство Это еще определенное время Но и без широкого применения вакцины в ближайшее время ждать второй массовой волны заболеваемости коронавирусом не стоит По мнению Сергея Леонова, большое количество переболевших COVID-19 исключает повторение общемировой пандемии Чем выше коллективный иммунитет, то есть чем выше процент переболевших людей, тем меньше вероятность распространения инфекции Если коллективный иммунитет будет примерно 50-60%, то распространение инфекции прекратится Мы уже подходим к той цифре невозврата, когда все-таки заболевание будет естественным путем повержено нашим иммунитетом коллективно Поэтому в этом отношении, возможно, и будет вторая волна, но она уже будет меньше, чем была первая Наши врачи более готовы, клиники, соответственно, имеют огромный опыт в лечении данных пациентов Соответственно, что результаты будут лучше В оборот, новый препарат поступит с 1 января 2021 года То есть и пожилых людей, и остальное население, по всей видимости, массово начнут прививать уже в следующем году Вакцинация будет исключительно добровольной Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ В конце выпуска о погоде 13 августа в Десногорске переменная облачность без осадков Температура днем плюс 16, ночью плюс 11 На сегодня выпуск завершен Оставайтесь с компанией Десна ТВ Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова